окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате грейдоун сопасайтесь булками готовте лимонад друзья мы с вами поймали демона и сейчас мы используем его в виде некоего подношения для начала придется вернуться к тому месту к тому храму так а нам нужно переключиться на лето здесь здесь мостик должен быть кладбище розендорф так а здесь у нас путь прегражден нужно опять переключаться на зиму вот так ну пробуем я много думал о твоей преданности я чувствую что-то хорошее живущее внутри тебя сработало мы теперь можем войти внутрь какой потолок интересный смотрите прям мерцать так красиво так а здесь у нас какие-то трубки давайте пойдем по порядку наверное по левой стороне что это такое но здесь есть вентиль то есть это какой-то механизм вот здесь вот что-то подключаться еще должно видимо наверное мы это сюда вставим так чашу эту взять нельзя этот кубок спички две штучки мы должны хранить все важные компоненты в сокрытом контейнере водород какие-то слезы евхаристические слезы мы их типа добыть должны да то что называют евхаристическими слезами по факту чистая вода мне нужно две молекулы водорода и одна кислорода аж 2 ом и воду должны добыть а нужно еще разобраться как это все работают так 2g 44 6 к 1 так это у нас кислород а здесь у нас получается водород вот так окей мы добыли воду хорошо мы следуем путями волков целями тигров там видимо тоже что-то нужно сделать окей разберемся звук издает кристалл кристалл словно живой кажется двери заперты какими-то мистическими силами ключ который открывает твое сердце нам его нужно найти я всегда приглядывал за великой лабораторией теперь когда больше нет детей которые могли бы играть лаборатории я закрыл алтарь и закопал ключ любому желающему войти необходимо создать новый ключ из евхаристических слез эссенции земли и настоя солнца затем они должны найти мою пещеру и выковать его внутри афанора понятно мы должны не найти ключ и создать его и вот это вот упаковка для ключа скажем так будет выполнять роль формы старейшина джозеф это написал хорошо евхаристические слезы у нас уже есть нам еще нужно эссенции найти и самое интересное а где пещеру найти этого в которой нужно выколоть эссенция солнца открой свои глаза пойми мою историю так а используя четыре линзы нужно одна для надежды для любви для веры и для не помню как это слово правильно переводится в общем как сказать тоже нечто подобное не помню как слово перевести на русский суть в том что нам нужно найти четыре линзы для того чтобы использовать свет бога вот так вот сюда направить но здесь их три сюда еще что-то нужно так но пока что вот это неизвестно что мы не можем никак взять ничего с ним сделать понятно стоп здесь можно тоже посмотреть вот еще одна линза четвертая так а здесь здесь нет вот вау это прямо солнце ну да эссенция солнца ведь а как мы можем ее а мы кубок возьмем это должно быть настой солнца вау круто а что нам еще там нужны за настои так а так а слезы эссенция земли нужно и найти пещеру вот здесь кубок видимо здесь мы получим эссенцию земли так кнопка есть так кнопка есть она ничего не дает и это дерево видимо вот это дерево творит чудеса если накормить его редчайшим минералом rer даже возможно если лами дает в действии дающие жизнь чудеса ты все равно не поверишь то что находятся перед твоими глазами так больше двигать не могу значит правильно так а вот еще вентиль есть так подождите пробки нельзя так давайте с этой стороны будем вертеть я запутался потому что оказывается не нужно его прям по кругу мышкой водить просто в одну сторону мышку вести его вправо либо влево в принципе это даже удобнее просто не сразу я это понял так а сколько нужно вот так вот его давить там видите снизу течет зеленое что-то так ладно давайте попробуем вентиль открыть так она через вот эти трубки что-то произошло вот ну-ка как такое может быть какая странная планета люди выращивают 5000 роз в одном саду но не могут найти того что ищут то что они ищут может быть сокрыто в одной единственной розе в глотке воды я могу воспалить над землей и смотреть за всем что движется в этой вселенной теперь твоя очередь вот это круто вот это очень круто мне очень нравится здесь у нас солнце здесь у нас земля с луной прям классно должно быть это эссенция земли что ж давид где могу найти старейшину джозефа мне нужно выковать этот ключ встреч на джозеф живет недалеко отсюда на его пещера спрятана я помогу тебе отыскать ее снаружи ты обнаружишь что я соорудил для тебя сани я всегда любил зиму хорошо здесь сюда мы еще вернемся когда у нас будет ключ смотрите как классно это выглядит прям вообще супер класс я вообще от этой игры прям в восторге несмотря на то что тематика такая прям религиозная прям христианская то есть я не религиозен и вообще как бы эта тема от меня очень далекая но играть не нереально просто вот интересно красиво так все и музыка отличная все отличная работ не знаю даже к чему в этой игре можно прицепиться один раз я споймал бак как вы помните в печке застрял и все больше вообще не было ничего в этой игре такого негативного ничего не работающего или непонятного или еще как-то так все круто сделано смотрите какие сани ну-ка я луч света в этом мире тот кто последует за мной никогда не столкнется с тьмой ведь луч света озарить его мир кто кто вы я его отец мы будем на твоей стороне до конца времен слушайте это даже был именно не просто какой-то там знаете телепортация мы именно отлетели нам показали как это все круто очень круто ну принципе здесь совсем недалеко было так как бы нам подняться наверх она здесь мы переключимся на лето сосульки пропадут слушайте а летом если что мы не сможем отсюда убраться потому что никому будет нас вести да сами не активны и только зимой это работает хорошо ой блин у жесть какая это видимо ты есть джозеф сын мой к несчастью если ты читаешь это то это значит что я больше не принадлежу этой земле теперь когда ты принес самые редкие сокровища мира из храма тебе необходимо смешать их внутри пустого кувшина сложи все внутрь афанора затем зажги огонь для этого тебе понадобятся мои кости ты задашься вопросом зачем потому что алхимия работать самой сути божьего творения на благословить тебя бог это есть косточка ее хватит или нужно еще взять нет но судя по всему этой косточке хватит а как она здесь оказалась то есть ты умер а потом кость свою сюда положил или как или ты еще при жизни свою косточку достал сюда положил не знаю так но сначала все нужно положить сюда есть теперь зажечь огонь ай косточка тоже сюда ложится косточка у нас для растопки используется понятно а все понял теперь мы положим сюда формочку для ключа вот так вот а нет вот так вот через этом дырочка получается на через нее льется понял все у нас есть ключ вот он теперь когда ключ у меня я чувствую что стал на один шаг ближе к нахождению правды но я в самом деле боюсь что правда может вознести меня к благодати божией а может и разрушить мое существо а что если еще раз мне просто интересно сработает ли она еще раз или нет видимо уже нет ладно там колокола звучат так я хотел бы еще по этой стороне пройтись посмотреть может быть здесь еще что то есть на этом островке так а туда не пройду ну само собой нет так нет здесь больше нет ничего ну тогда переключаемся на зиму опять ну тогда переключаемся на зиму опять опа появились ух класс блин как это круто а как это красиво сделано смотрите этот полет опа так ну что мы теперь можем войти внутрь и собственно использовать ключ так а здесь вроде ничего не изменилось я думал колокола означает что что-то поменялось нет ну-ка да петер хелена я не могу прочитать что написано рут мэри сара так а туда что-то нужно положить видимо тебя преследует семь демонов я боюсь что жестокие и ранние объятия смерти встретили их до крещения тебе необходимо поместить их сердца на этот алтарь чтобы упокоить их также мне нужен череп святого советую тебе отыскать ритуальную книгу в своей библиотеке она поможет тебе когда столкнешься с ними семь сердец и череп святого когда семеро морои преследовали меня давид предложил помочь изгнать их для этого ему надо было семь сердец и череп святого окей я должен найти подсказки в своей библиотеке а еще у меня есть специальная книга восточные ритуалы для изгнания дьявола много лет назад я путешествовал в трансильванию там у местных жителей был особый способ борьбы с призраками некрещенных детей они вытаскивали тело из могилы и клали его на перекресток затем пронзали деревянным колом его сердце другим необходимо было совершать более ужасающие поступки некоторые сжигали трупы и делали кофе из пепла жесть но зачем я рассуждаю о подобных вещах когда бог тем не менее рядом со мной я буду играть по его правилам ведь я не колдун марой это демоны которые появились из некрещенных детей из душ некрещенных детей нам нужно вернуться обратно на свою библиотеку найти там книгу и мы видимо будем охотиться так давайте просто глянем а что здесь например еще прогуляемся я вот единственное чего не понимаю пока что а причем здесь вот этот вулкан вот к чему он он прямо таки вырос из под земли но а что он означает что он символизирует пришествие демонов и непонятно почему нас не видели другие люди может быть действительно мы уже мертвы ну я думаю позже мы получим ответы на эти вопросы экзорцизм был ошибкой теперь я это понимаю давид не был одержим это было лишь в моем сознании он часто болтал о мистицизме о жизни после смерти вечности о вещах которые я тогда не мог понять я воспринял это как знак демонического владения какой ребенок в мире говорить на иврите в таком раннем возрасте он проповедовал евангелие сироткам из приюта затем он отправлялся в церковь посреди ночи и оставался там плача часами напролет одной ночью я проследил за ним он продолжал молиться боже помилуй меня о боже помилуй меня я думал что ему нужна была помощь что его мучают демоны никогда бы не подумал что это могли быть знаки его святости вот что произошло все таки вот что произошло все таки иврит одержим демоном потому что он говорил о довольно таки непривычных для ребенка вещах а кроме того у него была ксеноглосия то есть он знал язык который он не мог никак знать он просто его неизвестно откуда получил иврит и мы подумали что нужно изгонять демона мы провели ритуал экзорцизма и Давид погиб при этом видимо все так и случилось вопрежава иврит а вопрежава Так, а здесь нужно ремонтировать оградку Так, а там я был, да? Да, там тупик Проверю еще раз на всякий случай Не будем холод запускать Так, библиотека Где у нас может быть библиотека? Где мы книги вообще видели? Может быть какая-то Из запертых комнат Так, стоп Наверху у нас только одна запертая комната Опа, кукла пропала Пропала кукла Давида, которая меня успокаивала Куда же она делась? Так, походим просто... Ёлки-палки, я испугался Походи... А, радио работает только когда мы заходим в комнату, а я уже испугался Так, поищем книги Это мы уже осматривали Так Давайте выключим его Кстати, смотрите Вот эта красная лента Она ведь там спускается вниз Мы ее там видели, да? Так, ну здесь мы осматривали Здесь... Да, только вот это Мне нужно найти книги А здесь не изменилось ничего? Потому что... Нет, не изменилось Потому что как-то странно Что там что-то растет Стоп Твою дивизию! Ху-ху-ху-ху-ху-ху Я не ожидал скримера Так, ну ладно Пойдем искать что-то наподобие библиотеки Неужели вот эта дверь? Нет Так, ну это не библиотека Крест опять перевернулся Слушайте, а где же... Где же кукла Давида? Блин, а паровозик Все еще катается Ну это спальня Здесь книг нету Хм... Но на первом этаже я не помню Были ли еще где-то заперты двери? Тут вроде двери-то больше не было То есть там у нас кухня И там... Да не помню А, вон дверь есть А, ну да Церковная библиотека Вот, я вообще про это забыл Как-то про эту дверь Я как-то оттуда взглянул Не заметил, что здесь дверь... Есть Вау Кукля Что это за жесть? За жесть такая Что это такое? Привет Так Блин, тут какая-то жесть Слушайте, а Ну я думаю, здесь нам придется Потратить время Поэтому давайте, наверное, прервемся Спасибо вам большое За просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх Как обычно С вами был Зодия Удачи, друзья Встретимся в следующей серии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok